Уникальный дирижер и гениальный человек. Так отзывались о Вадиме Венедиктове, его коллеге. 7 декабря маэстро исполнилось бы 85 лет. В этот день в Волгоградской филармонии собрались друзья, коллеги и поклонники творчества Вадима Николаевича, чтобы почтить память выдающегося музыканта и послушать любимые произведения в авторской аранжировке. Вместе с волгоградцами вечер светлых воспоминаний и музыкальных откровений посетила моя коллега Дарья Соловьева. Сегодня в зрительном зале почти нет свободных мест. Со сцены звучат знакомые мелодии из фильмов и мюзиклов в авторской аранжировке Вадима Венедиктова. Маэстро словно раскрасил произведения новыми красками. Многочисленным поклонником творчества Вадима Николаевича он известен как блистательный музыкант-импровизатор, высокий профессионализм и мастерство которого неподражаемо. У него был абсолютный слух и он знал, как это делать. Он просадился, любую музыку он мог сыграть, сочинить, все что угодно. Это был его дар. И многие до сих пор не понимают, как это можно сделать. Но это просто талант. Весь вечер в зале ощущалось присутствие самого Вадима Венедиктова, как будто он здесь, рядом со своими поклонниками. На фоне скрипок и контрабасов на огромном экране фотографии дирижера разных периодов его жизни. После каждого произведения потрясающей красоты транслировались видеозаписи, где маэстро виртуозно играет на фортепиано. Всю жизнь посвятивший музыке себя человек. Вот это самая главная его характеристика. Музыка была всегда дома, на работе, в нашей жизни. Вадим Венедиктов создал в городе экспериментальный проект «Волгоградская оперная антреприза». Именно он стал своеобразным прологом к рождению нового театра «Царицынская опера». В разные годы маэстро дирижировал Волгоградским симфоническим оркестром, работал дирижером-постановщиком музыкального театра, преподавал в Институте искусств имени Серебрякова. В историю культуры Волгограда и всей страны имя этого доброго человека и талантливого дирижера вписано навсегда. Дирижера, который отдал практически всю свою большую часть творческой жизни Волгограду и много сделал для музыки этого города. Вечер памяти не могли не посетить многочисленные друзья дирижера. Они собрали большую коллекцию ярких воспоминаний, связанных с этим человеком. Одно из них – подготовка к премьере духовного концерта Дюка Эллингтона. Это было 20 лет назад. Тогда послушать запись американского концерта собрались солисты и руководители. Вместе с ними был и Вадим Николаевич. Поставил и вот звучит. Все слушают, молчат. Он, я говорю, ну и как он? Надо доставить. Прямо так, надо ставить. Мы репетировали. Хору трудно было петь симфонический оркестр. Немножко недоигрывал, потому что он не знает, как свинг играть. Это совсем другая музыка. А это Дюк Эллингтон. И вот он бился, и он добивался. И так сделано было здорово. Полный зал, и мы записали диск. И он до сих пор меня радует. Вот такой Вадим Николаевич. Вадима Венедиктова помнят как человека широкого творческого диапазона. Человека, который находил подход и ко взрослым коллегам, и к совсем юным музыкантам. Он находил к ним какой-то удивительный подход. Он так себя вел, как дирижер, что абсолютно никто из них, этих юных исполнителей, не ощущал страха, волнения, беспокойства, а ощущал только комфорт. Маэстро оставил неизгладимый след в сердцах и памяти своих благодарных зрителей. Они почитают мастера, любят и будут любить его творчество. Дарья Соловьева, Андрей Кирсанов. Время новостей.